Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на нашем семейном канале Мачо и Мучача. Вот сегодня у меня, кстати, на худеющей богине. Кто еще не знает, у меня есть еще канал Жизнь Худеющей Богини. Подписывайтесь, ставьте лайки, ла-ла-ла. Ну, вообще, все как всегда. И вот сегодня вышел ролик по поводу гинеколога, по поводу того, что ходила на УЗИ. И вы знаете, раньше вот я как-то довольно-таки часто бегала к гинекологу, потому что, ну вот, задержка. Ну вот, а вдруг беременная, вдруг беременная. То есть, как бы, сейчас мне 47, ну, до этого мне было и 40 лет, и меньше было лет, конечно же. Ой, кто-то подошел какой-то. У нас тут вечно такой хует один пьяный клиент. Я терпеть не могу, когда он ко мне подходит, честно, скажу вам. И, ну, как бы, всегда бегала, думала, а вдруг, а вдруг, как бы. У меня один сын, да, от первого брака у меня один сын, и потом больше не было. Браков уже было три, но, как бы, бог детей не дал. И вы знаете, вот, периодически мне гинеколог говорил, что это все зависит от лишнего веса. Но, на данный момент, я сейчас живу с Ярославом, его сейчас нет, потому что, ну, я с ним решила эту тему не поднимать. У нас когда-то с ним эта тема была. И, ну, как бы, может быть, она для него и болезненная, я решила ее не трогать. И вот здесь, как бы, немножечко, возможно, порассуждать, возможно, по... Ну, не поумничать, о, как раз. Ты, наверное, вот, когда я записываю ролик, ты, скорее всего... Ой, пришла, наверное, вот так вот. Пришла опять моя Элеонора Эвгей. Боже, мы меня не на засаде. Пришла Эля, ну, да что ж такое, я не могу понять, ты у меня как... О, и это, и знаешь, какую я тему... И снова здравствуйте. Ой, да как же ж, я ж хочу, чтобы... Ой, да что ж такое, ну, вот так тебя вроде бы видно. О, я хочу, говорю, сегодня вот такая тема, ну, щекотливая, можно сказать, тема, по поводу деток, по поводу, ну, вот, как бы, ну, считай, сколько у меня Антону, 20... 20, сколько у меня Антону, 24 года. Ну, и, как бы, больше бог детей не дал. Хотя, ну, уже это третий брак, и как-то было и целенаправленно, но все равно не получалось. Ну, вот, что за... Мне, кстати, почему затронула эту тему, потому что девочка одна написала, типа, мы с тобой вместе, вот ты пошла на УЗИ. Ну, я по-женски, потому что думала, что это уже, как бы, климакс приближается, хотя, гинеколог сказал, что яичники функционируют еще, типа, все окей, никаких еще приближений, климакса не было, потому что именно интертрансвагинальное УЗИ показывает работу яичников. Функционально. Функционально или нет, да. И вот эта тема, и написала зрительница комментарий, я не буду озвучивать, кто написал, потому что она его удалила, но мне это было видно, что... А мы с тобой, наверное, вместе ходили, наверное, по названию ролику я написала, говорила, что когда ты в таком интересном возрасте, можно стать и бабушкой, и мамой одновременно. Как ты? У нас есть, кстати, Оксана. Да. Одна из наших знакомых общих. Ксюха, да. Ксюха, которая, ну, по-моему, Оксана то ли в 45 родила, да? Это не помню. Нет, в 41, по-моему. Или один, или два, да. Ну, может, Оксана и смотрит на меня, и напишет тогда. Смотрела раньше, знаешь, когда смотрела. Да, когда я только начинала худеть. Так вот, ну, вот как бы с Яриком, почему нету деток? Возможно, у нас, ну, я не знаю, может, несовместимость. Я всегда грешила на то, что я полная. И мне... По поводу совместимости и несовместимости я тебя перебью. Ну, ты говори уже зрителям. Вот, это то, что со мной, это моя жизненная история. У меня вторая группа крови, отрицательный резус. Вторая отрицательная. У мужа первая положительная. И доктор, мой постоянный гинеколог, который я уже наблюдаюсь, я не знаю уже сколько лет, вот. Она говорит, у вас очень... А, я пришла к ней становиться на учет беременна. Она говорит, ваш резус и группа. Вторая отрицательная, мужа первоположительная. Она у меня такие глаза, вот такие... Говорит, а как вы забеременеете у вас такая несовместимость? Ну, вот так вот, вообще проблем не было. Обожнились. Буквально там через неделю, через полторы я уже забеременела. Все замечательно. Все у нас дочечка уже взрослая. Настенька, Настеньку вы видели, которая бегала за ядрочистыми изумрудами. Которая уже сама у нас. И Егорушка, это Настя, внучок. Это мой внучок. Внучок твой, да. Ему любимый мужчина. Потом, как бы мы с мужем, да, планировали второго ребенка. Ну, хотели второго, но как бы осознанно еще не планировали. Мы еще не определились, вот готовы мы или не готовы. А сколько разница у Ироники и Насти? Пять с половиной лет. Я проходила ровно год с натрематочной спиралью. Я предохранялась, вот. Сейчас хейтеры начнут писать, такие интимные подробности ты рассказывала. Да ладно, это все женское, это все, ну... А, вроде у других этого нету, вроде только у тебя или у меня. Ну, ладно, сказала бы я, что таблетки, да, а это, ну, что... Ну, это то же самое, это средство контрацепции. Кстати, ты говорила про средство контрацепции, а у меня тоже в свое время была спираль. Может быть, это последствия? Нет, я проходила ровно год, и с нашей несовместимостью я забеременела второй раз. Со спиралью? Со спиралью, да. Меня врачи уговаривали, да, Вероника это моя спиралька. И еще интересный момент по поводу ее появления на свет, мало того, что несовместимость... Я перебью, девочки, я этого честно не знала, у нас как-то... Что-то ты там разомкрепленичалась, моя хорошая, а тебе не кажется? Да, но я тебе помогаю, что... Не, ну... Ты мне помогаешь забеременеть, ты мне помогаешь забеременеть. Нет, я тебя помогаю, я тебя поддерживаю. Может, ты меня переопылишь, я тоже... Дай мне свою спираль поносить? Она у меня, кстати, есть, а после родов ее сохранила. Да, мне ее доктор отдавала, да. Извини, я перебила, и что? Она, наверное, мало того, что я несовместимость, как бы... Мало того, что спираль, еще и родила ее 1 января, а получается, пошутили мы, 1 апреля сделали ее. Да, вообще, у ребенок чудесный, да. Она умница, красавица, да, спортсменка. Вы тоже видели на твоем дне рождения, да, на твоем Вероника? И врачи, я не буду говорить фамилию. А врачи уговаривали меня почиститься. То есть прогнозы были такие, очень довольно-таки печальные. Говорили, что будет, да, нехорошо все со здоровьем. Сейчас, одну секунду. Можешь поразвлекать, покривляться. Да, нехорошо с психическим, физическим. Ну, мы с мужем приняли решение, что как бы ребенок не родился. Я себя чувствовала замечательно, и у меня, знаешь, предчувствие женского, что все будет замечательно у нас. И родился у нас этот чудесный новогодний подарок 1 января. 1 апрельская шутка такая. 1 апрельская наша шутка, да. 1 январьская такой подарочек. Я всегда говорила, все дитя есть, ты приносит, а тебя Дед Мороз принес. Да, так что по поводу вот этих вот проблем совместимость, несовместимость, я на себе это испытала. Двое Деда. Еще и спираль лежит в коробочке, наверное, в коробочке где-то лежит, в подшкатулочке точнее. Да, да, да. Так что, ну что, приносит эта спиральку, будем пользоваться. Ну а что делать? Ну не, ну уже поздно, ну как-то в самом начале мы и не думали. Это я так думаю, что знаешь, знакомые у меня очень хорошие, у них соседи мои, у них не было деток 10 лет. Они так замечательно жили, вообще на душах души, Бог им деток не давал. Потом уже, когда они все это пустили, отпустили эту ситуацию, девочка у них родилась уже взрослая, довольно-таки девочка. Еще одна парочка есть, вот Алла, Аллочка наша, это их друзья. У них вообще лет, наверное, 19 они прожили вместе, и девочка такая, как Егор сейчас, чуть-чуть старше. Да, так что... Мне кажется, это все-таки, знаешь, ну вот и как аборт, это грех считался, все-таки побежала, да, спасибо. Ну вот так получилось. Так что тут факторов может быть много разных, и действительно, если Бог дал, ну я думаю, если до этого времени не дал, то уже как бы, как бы, как бы. Тем более, Ярик относится к этому, в принципе, в душе я не знаю, что творится, но ко всему этому он относится. Он говорит, у меня уже есть сын, у меня есть Антон, у меня есть собаки. Поэтому, ну вот как-то так, вот такое. Вот мне больше всего спровоцировало комментарий зрительницы, что под моим роликом на худеющей богине, что зрительница говорит, пишет, что, а муж не хочет деток. Тут уже я, конечно, сторонник того, что если Бог дает, то это надо принимать и воспитывать. И вообще, дети это круто, дети это классно. Я горжусь воспитанием своего сына, хотя вот да, как бы у меня, как у женщины были такие перипетии, вот третий брак, и он как бы плечом, плечу со мной прошел. И вот я горжусь своим сыном, он моя поддержка, моя опора, моя надежда, так бы я сказала. Все, я вас целую, я вас обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.